привет всем я Евгений Матвеев это мастерская пит-стоп сегодня поговорим про еще один очень интересный суппорт это у нас суппорт от suzuki burgman skyway ставится он как на 250 так и на 400 и причем на 4 поколение 7 поколения без разницы разница только в том что на седьмом поколении суппорт стоит справа а на 4 поколение слева то есть они имеют зеркальную абсолютно форму конструкция у них абсолютно идентичная но перед тем как я вам все это дело расскажу подробненько как это работает как это настраивается как заставить вообще этот ручник работать чтобы он адекватно отрабатывал не клинило тормоза и так далее нам здесь сейчас придется немножко по кулибенизировать кое-что у нас здесь в общем разорвало крепление поскольку своевременно не были заменены все расходники в частности есть вот такая вот штука резиновый вот такой вот пыльник и он ставится вот здесь в отверстие которого еще нету сейчас я его изготовлю вставляется внутрь и дальше ставится вот такая вот косынка то есть у нас суппорт стоит вот так ну сейчас в общем то направляйки сюда некуда залезть это раз во вторых вот здесь тоже пыльник умер и у нас теперь есть небольшой люфтец то есть для того чтобы этот люфт выбрать сейчас надо будет райбером увеличить отверстие вот просверлить насквозь увеличить и выточить новой новую направляющую это тоже в принципе все достаточно просто при наличии станка токарного поехали вот теперь порядок здесь еще не совсем села но это тоже уже тонкости осталось только выточить заглушку вот сюда чтобы не попадал мусор вода но это дело пяти минут теперь поговорим о системе ручника как это работает и как это правильно вообще заставить работать в случае если чего-то там не получается потому что многие понятия не имеют как правильно все это дело регулируется я уже сталкивался с этой проблемой потому что у меня бургманов несколько штук было на данный момент в принципе есть сейчас два штуки и при сборке при установке суппорта на место очень важно понимать что как работает и как все правильно собрать чтобы принципе работал и ручник и тормоза и все это дело растормаживалась адекватно теперь подробно поговорим про механизм ручника он очень похож на тимаксовский но сконструирован более требовательным не знаю закладывалось ли это в общем-то механизм но я что нет но вот технически он гораздо более сложный хотя казалось бы вроде не намного тут больше деталей но тем не менее можете кстати посмотреть видео про редуктор на твой редуктор говорю на про про суппорт на тимакс очень сложно будет объяснить на пальцах как это все работает но я попытаюсь и я вам скажу что как только вы поймете физику процесса протекающего суппорте сразу наступит полная ясность как это все работает как это настроить и что возможно является причиной поломки и так вот эта вот часть вставляется в тело суппорта неподвижно ну как неподвижно она не вращается вокруг своей если посмотреть то есть вот здесь два упора для этих двух упоров внутри тела суппорта есть два сверления видно плохо но можно увидеть то есть вставить это тоже то еще задача потому что нужно попасть здесь у нас на этой цельной металлической части стоит резиновое оплотнительное кольцо а если посмотреть насквозь то есть отверстие вот оно это отверстие сделано для того чтобы вот этот вот узел с червяком не вакуумировался когда червяк начинает выдвигаться из вот это вот металлической части только для для этого самое забавное что на вот эту вот точку как раз таки давит кулак ручника кулак устроен предельно просто там много заходный червяк и при повороте кулака он нажимает на этот механизм механизм в свою же очередь нажимает на вот этот вот поршень здесь в поршне кстати тоже ничего особо интересного нету можно в принципе даже показать это все устроено здесь просто стоит демпферный механизм то есть стоит червяк ответная часть подпружиненный и демпферный механизм выполняет функцию следующий то есть он всего лишь позволяет в определенном диапазоне возвращаться поршню но как только вы выходите за пределы этого диапазона но в частности это нужно для того чтобы работал так называемый автоподводка лодок то есть при износе колодок сам механизм выполняет функцию возложенную ранее на владельца то есть как только колодка подносилась механизм сам регулирует зазор колодок относительно диска тормозного то есть выглядит это все крайне просто внутри поршня направляющие вот такой вот механизм здесь у нас червяк и в общем то когда вставляется в поршень она тоже не вращается подпружинен вот такой вот пружины кстати вот это вот пружина выполняет функцию возврата поршня в исходное положение то есть помогает раздвигать поршни один из них для того чтобы тормозная система растормаживалась вставляется это всего таким вот образом я уже показывал вот так вот в произвольном порядке здесь у нас профиль квадратный вставить можно как угодно дальше пружина шайба выглядит вот так ставится направляющими во внутрь и дальше когда вы зажмете все это дело устанавливается стопорное кольцо как это собрать позже покажу для тех кто не в курсе это будет тоже нетривиальная задача но все на самом деле просто понадобится головка определенного диаметра все это делается путем подбора здесь у нас есть фаска внутри и когда вы головкой надавите на стопорное кольцо весь механизм соберется стопорное кольцо встанет на место но сейчас немножко не об этом как это все работает если остановиться подробнее на самом главном узле этого механизма а именно червяке наружной и внутренней части то у червяка я уже рассказывал видео про тимакс имеется определенный профиль вы его видите если посмотреть максимально близко на этот профиль то можно увидеть что с этой стороны когда сила воздействует туда у него профиль конический с обратной стороны профиль плоский это позволяет механизму работать в одностороннем порядке то есть когда через червяк ручника вы нажимаете на весь этот механизм он остается неподвижен ту же самую функцию выполняет вот это вот коническая посадка то есть у вас получается как вот так это все собранном виде выглядит и когда вот это вот неподвижная часть но она не вращается из-за направляющих нажимает на одну часть червяка эта часть нажимает на эту часть червяка и у вас поршень выдвигается и у вас здесь проворота в принципе быть не может потому что здесь конус и на профиле здесь тоже конус который увеличивает площадь контакта но это что-то сродни конусу морзы все конуса призваны в общем-то выполнять одну и ту же функцию то есть при определенных углах воздействия силы они не позволяют двум трущимся деталям проворачиваться в принципе здесь тоже самое реализовано и все казалось бы предельно просто но когда колодка износилась и поршень начинает выходить дальше чем надо то есть происходит вот такая вот ситуация но опять же хочу здесь внести некоторые подробности здесь стоит упорный подшипник выглядит он вот так всего пять шариков предельно простой он устанавливается на вот этот червяк здесь дальше устанавливается ответная шайба по которой подшипник катается и пружины то есть вот так вот таком вот виде все это дело собирается на эту пружину одевается коронка вот так и после на коронку устанавливается стопорное кольцо вот так все это вот таким вот узлом устанавливается в тело суппорта туда вовнутрь так вот когда у вас колодка вышла дальше вот этот вот механизм подвижный когда поршень начинает оттягивать все это дело на себя он подводится то есть если вытащить вот смотрите я начинаю на него его его тянуть на себя механизм проворачивается видите то есть вот таким вот образом у червяка меняется длина то есть у штока если взять две половины червяка то фактически они являются единым целым механизмом штоком толкающим колодку и когда вы нажимаете на колодку она не двигается а когда все это дело возвращается исходное положение когда вы убрали рычаг ручника и растормозили систему здесь происходит корректировка как раз таки благодаря вот этому вот механизму который в одну сторону раскручивается а в другую сторону стопориться есть еще один немаловажный момент который тоже нельзя упускать при неправильной сборке всего этого механизма можно повредить вот этот вот манжет самое забавное что вот этот вот весь узел который вам показал описал его нельзя купить отдельно вы можете купить к примеру на импексе только супер целиком отдельно эти узлы не продаются и поэтому здесь очень важно следить за всеми этими узлами в частности при установке одной детали в другую здесь очень важно проследить за тем чтобы манжет не заломала при неправильной сборке когда вот этот вот шток слишком далеко вышел наружу и в этот момент вы нажимаете на основной тормоз избыточным давлением может порвать воротник вот этого вот манжета манжет очень маленький и он не взаимозаменяем ни с какими узлами поскольку он меньше чем допустим манжеты на любых тормозных машинах я уже пытался его чем-то заменить не выходит опять же опять же почему поставлен манжет они уплотнительное кольцо как здесь опять же для того чтобы здесь обеспечить предельно легкое движение одной детали относительно другой если бы стояла уплотнительное кольцо детали бы не двигались так легко почему это нужно это нужно для того чтобы опять же механизм автоподвода колодок работал корректно я пытался ставить сюда кольцо экспериментировал когда у меня был порванный манжет я вам скажу что механизм автоподвода не работает либо не работает ручник либо система тормозная не растормаживается теперь смотрите как собирается поршень если вдруг вы его разобрали какой-то причине берем поршень берем половину червяка дальше вкладываем пружину с направляющей шайбой вот так она прям застегивается сюда кладем стопорное кольцо и после этого ну в моем случае подошла очень хорошо головка на 13 сразу хочу оговориться что головка должна входить внутрь поршня свободно это очень важно не должна быть слишком сильно меньше и не нужно этой головкой надавить его внутрь кладете стопорное кольцо и после этого силой нажимаете на механизм все механизм собран все предельно просто вот эта часть собирается следующим образом я обычно беру какую-нибудь отвертку лучше всего для этой роли подходит philips 2 philips 3 потому что весь этот механизм свободно болтается беру его на отвертку позиционирую таким образом чтобы в общем видеть направляющие как они должны быть относительно отверстий внутри суппорта вот сейчас хорошо видно то есть вот так вот дальше продеваю все это дело поглядываю внутрь правильно ли стоит эта часть здесь очень важно попасть в отверстие тоже получается далеко не с первого раза в собранном виде должно выглядеть вот так то есть немножко торчать после этого устанавливаем червяк на который уже одет подшипник и шайбы вот так тут уже проще попадать никуда не надо кроме отверстия то есть никаких направляющих нету после этого устанавливается пружина пружина имеет переменный диаметр в витках если на нее посмотреть то в общем она коническая меньшим диаметром устанавливается вовнутрь большим диаметром наружу после этого берем коронку вот так вот вкладываем суппорт если силы в руках много то можно попробовать подобрать длинную головку моем случае это головка на 19 которая чуть-чуть болтается в посадке где стоит поршень и вот такими вот круговыми движениями задавить стопорное кольцо все встало не всегда это получается но в общем здесь очень важно иметь подходящие инструменты под рукой потому что можно не один час провозиться с этим всем безрезультатно все в принципе здесь все собрано сейчас остается только установить пыльники и сальники и в общем закрутить один поршень и затолкать руками другой для всех тех кто не в курсе один из поршней который отвечает как раз таки за ручник закручивается во внутрь его не нужно не забивать не задавливать пытаться он закручивается как правило по часовой стрелке выкручивается против часовой стрелки как правило все суппорта имеет правую резьбу на червяке поэтому общем то везде все одинаково то есть вы закручиваете как обычно закручиваете крепеж никогда ни при каких условиях не смазывайте вообще абсолютно никакие части суппорта внутренние маслом солидолом и любыми нефтепродуктами вообще просто вот возьмите себе за правило если у вас совсем ничего нету, и у вас все идет на сухую, и вам нужно как-то облегчить процесс, лучше, я вам серьезно скажу, взять какой-нибудь моющий гель или моющие средства. Это будет гораздо лучше, поскольку вся резина, которая используется в суппорте, она не бензостойкая, не бензомаслостойкая. И при малейшем попадании масла, ну, с маслом хотя бы у вас будет время на какие-то действия, то есть оно быстро не разбухнет. А вот если будете использовать всякие вот очистители, подобные, карп-клинеры и прочие вот вещи, то не дай бог это все попадет на пыльники или сальники, все, пиши пропало, вы их туда просто не засунете, они моментально разбухают. Поэтому все очистители суппортов, тормозных механизмов очень-очень агрессивно воздействуют на все эти резино-технические изделия, и, в общем-то, пользоваться ими нужно только в случае, когда у вас весь узел собран, и вы не собираетесь его разбирать. Если вы решили разобрать суппорт, обслужить его, почистить все это дело очистителем тормозной системы, то крайне рекомендую все абсолютно, без исключения резино-технические изделия, пыльники, сальники, направляющие, причем пыльники не только внутренние поршни, но и вот эти вот, и даже колпачок-товотницы тоже снимать. Если не снимете, это будет все по итогу в два раза больше, чем обычно. В суппорт здорового человека поршень вставляется вот так. Сейчас покажу. Так вот берете. И от руки залазит. Вот это вот нормально почищенный суппорт, приготовленный к сборке. Если у вас поршень не идет, не прилагайте никогда никаких усилий, потому что если он не идет, на это есть веские причины. Если у вас много силы в руках, тоже не стоит ее применять, потому что суппорт таких шуток не прощает. Я уже неоднократно рассказывал, что заканчивается, как правило, всегда срезанием части сальника поршневого. Если вы срежете острую кромку сальника, у вас суппорт будет 100% течь. То есть вот, опять же, что касается сборки поршня, в котором есть механизм ручника. Закручиваете его, как болт, вовнутрь. Вот теперь все готово. Регулировочный шток ручника – это, в общем-то, обычная резьба М6, в торце у которой есть место под шестигранник. Все это регулируется достаточно просто. Самое главное – понять, насколько у нас здесь имеется большой ход. Сейчас я сделаю все произвольно, только для понимания сути вопроса. Вот, сейчас это все уперлось. Теперь берем рычаг. То есть вот он. Я его сейчас ставлю неправильно, это не принципиально. И для того, чтобы понять, насколько велик ход механизма внутри суппорта, нужно туда-сюда погонять механизм. Теперь смотрите. Самая основная проблема, которая у вас может быть после сборки суппорта – это вот такая вот. Смотрите, сейчас я нажму, и механизм не возвращается. Это из-за того, что сейчас внутри сухо. То есть сейчас, на данный момент, нет абсолютно внутри тормозной жидкости, которая оказывает смазывающий эффект. Видите, вылезло. Возводить нижний поршень, а именно поршень ручника, нужно в первую очередь именно так, после сборки суппорта, когда он полностью задвинут. Для чего это надо? Во-первых, когда вы начинаете все это дело собирать, прокачивать, в первую очередь необходимо, чтобы все узлы там уже более или менее начали шевелиться и смазываться тормозной жидкостью. Если вы начнете сразу пытаться прокачать систему на полностью задвинутых поршнях, то есть риск, что когда вы начнете нажимать на ручку, оба поршня, когда начнут выдвигаться, механизм автокоррекции может быть подклинин. То есть там может быть какая-то песчинка под подшипник попала или еще что-нибудь. В этот момент, как правило, вот эту вот коронку, про которую я вам говорил, вместе с поршнем вырывается с топорного кольца. Первый признак того, что это случилось, начнет капать тормозная жидкость с вот этого отверстия, которое я вам показывал, на которое нажимает шток ручника. Это вот 100%. Если оттуда погнала тормозная жидкость, значит разбирайте суппорт снова, потому что там все вывалилось вовнутрь. Вот когда именно вот так вы начинаете все это дело подгонять, то есть в первую очередь вам нужно выдвинуть поршень ручника, то у вас есть хотя бы понимание, что происходит. Если у вас вот это вот сердцевидно провалилось вовнутрь, это говорит о том, что механизм работает некорректно. Если оно все у вас здесь возвращается, то есть вы нажали, отпустили отверткой, и вот этот вот упор вылез снаружи, значит можно в принципе прокачивать сразу. Если этого не случилось, то я уже говорил, что может в общем-то случиться в случае, если вы это все проморгаете. Сейчас я уже тормозную систему прокачал, и в принципе можно накинуть вот этот вот механизм на суппорт и попытаться опять в который раз на пальцах объяснить, как это все работает и что нужно в первую очередь сделать при сборке вот этого вот узла. Здесь есть один очень немаловажный нюанс. Если этот момент не соблюдать, то в общем-то механизм ручника и растормаживание можно не получить корректного. После того, как вы убедились, что у вас вот та часть, про которую я рассказывал, свободно двигается туда-сюда, после того, как вы прокачали тормозную систему и убедились, что она растормаживается, после вот всех этих процедур только вы начинаете ставить механизм ручника. Опять же, не так точно, как он стоял до этого. Перед тем, как вы его установите, нужно отпустить гайку и выкрутить вот этот вот шток, чтобы он совершенно свободно болтался. После этого только вы обтягиваете вот эти два болта. Если этого не сделать, то можно наделать опять же делов. Объясню для чего. У вас здесь стоит червяк многозаходный. Вы когда поставили рычаг, когда на рычаг повесили трос, все это дело закрепили, пружина еще не обязательно должна стоять, вам нужно вывести ваш рычаг таким образом, чтобы он был в натяжке с тросом. Опять же, здесь, если посмотреть на механизм, сейчас я покажу, здесь на рычаге имеется двенадцатигранник. Здесь что-то наподобие гайки на 10. Шестигранная гайка здесь в 12 граней. То есть можно поставить в любую из 12 позиций. После того, как вы выкрутили шток, вы отодвигаете. Вот у вас здесь все это дело совершенно свободно вращается. Шток выкручен. Вы задвинули сердцевину полностью назад. И на 30 градусов вам нужно ее отвести. Вот так вот. После этого в натяжку вы одеваете рычаг. Здесь могут быть вариации на тему, сколько именно градусов. Но это все, поверьте мне, не из головы взято. Это все, в общем-то, личный опыт. Несколько бессонных ночей и больная голова. После того, как я пытался, в общем-то, понять, как это все работает. После того, как вы накинули гайку, берем накидной ключ. И вот здесь очень важно почувствовать, когда вы регулировочным толкателем упретесь в механизм внутреннего ручника. Я думаю, вы сможете ощутить этот момент. Потому что появится такое определенное натяжение. Оно очень слабое, но его можно ощутить. В этот момент фиксируем гайку. Вот, собственно, и вся регулировка. Но очень важно, чтобы вот та вот часть, про которую я долго и долго рассказывал, свободно двигалась. При правильной сборке суппорт должен работать следующим образом. Сейчас у нас колесо совершенно спокойно вращается в любую из сторон. Если нажать на основной тормоз задний, колесо блокируется. Также точно оно блокируется и при вытягивании ручника. Почему важно регулировочный шток закручивать именно по факту касания внутреннего ручника? Если вы его хотя бы чуть-чуть дальше закрутите, то вы сместите порог автокорректировки во внутреннюю сторону. И в вашем случае может появиться такой заметный провал на рычаге по прошествии времени, когда колодки начнут поднашиваться. То есть, если он будет глубже, то и корректировка будет срабатывать позже. И покажется, что ручник у вас перестал работать. Первое, что пытается сделать владельцы в этом случае, это подтянуть шток еще дальше. Но это ошибка. Шток нужно, наоборот, выкрутить и несколько раз поработать рычагом. Автокорректировка сработает, и все встанет на свои места. Вот если у вас в рычаг ручника начал постепенно проваливаться по факту из носа колодок, значит, у вас здесь конкретно с настройками что-то не так. Либо у вас не возвращается автокорректор. Очень сложная, неоднозначная тема. Очень много того, что я прекрасно понимаю и осознаю, я не смог вам описать словами, поскольку вербально я не могу представить, как вам это объяснить. Я лишь хочу сказать, что здесь именно очень важно осмыслить, как это все работает на самом деле. Вот просто сидя, не спеша. И здесь самое главное, никакой гонки быть не должно. Как бы вам срочно не пришлось ремонтировать такой суппорт, самое главное, здесь не спешить все делать внимательно. И самое главное, не порвать никакой манжет или уплотнительное кольцо. Очень сильно надеюсь, что я не зря снял это видео, и весь этот сумбур, который я выложил в YouTube, хоть как-нибудь вам поможет в случае, если у вас какие-то поломки в этом суппорте. Но, по крайней мере, вы теперь знаете, как выглядит последовательность сборки и, в общем-то, в какую из сторон бежать, в случае, если что-то работает не так. С вами был по-прежнему Евгений Матвеев. Это была мастерская Питстоп. Подписывайтесь, оценивайте, покажите друзьям, если у них подобные проблемы. И всем пока!